Пару лет назад ходило среди сообщества сампа такое понятие как самп индустрия. И тогда мнения аудитории в большинстве своем сводились к двум. Либо говорить, что это чушь какая-то и не употреблять данное выражение, либо использовать его синонимом самп сообщества. В этом ролике мне захотелось покопаться в том, что такое самп индустрия. Подходит ли этот термин для обозначения всего самп пространства и что за ним скрывается? Всем привет, с вами Бурбон. И вот два человека, которые получают по 100 рублей доната на любом сервере Аризона, напишите мне вконтакте. Если ты хочешь так же, то просто подпишись на канал, напиши любой комментарий, поставь лайк ролику. Итоги в следующем видосе. Давайте начинать. Я буду отстаивать позицию, что индустрия сампа существует. И давайте определим, что это. Есть два определения индустрии. Первое – историческое, связанное с процессом индустриализации. И в таком понимании индустрия – это фабрично-заводская промышленность с машинной техникой. Но есть и другое понимание индустрии – более широкое и не столь определенное. Индустрию также понимают как сильно развитую отрасль какого-либо вида деятельности. То есть в самом широком смысле индустрия – это существование какой-то отрасли, которая считается развитой. Скорее всего, каждый слышал про киноиндустрию. Этим термином принято называть либо какие-то периоды в кинематографе, либо выделять страны, или называть все кино индустрией. И то же самое мы можем попробовать переложить на рельсы нашего сампа. Только сампа в самом широком смысле. Здесь скорее подойдет название GTA RP. Потому что то, что объединяет различные проекты в одну индустрию – это первое. Платформа взята из серии игры GTA, а именно San Andreas и GTA V. И второе – это режим игры RP или RPG. Здесь объединим их в одно общее, где этим общим является создание симуляции нашего мира со своими особенностями и допущениями. А взаимодействие игрока идет либо с другими игроками, либо с модом самого проекта. И эти свойства присущи всем проектам в Сампе, GTA V, CRMP, Самп Мобайл и МТА. Это все является одной большой индустрией, которую можно назвать Индустрия GTA RP. Мы выяснили, что такое Самп Индустрия или GTA RP Индустрия. И чтобы понять, подходит этот термин для обозначения всего пространства GTA RP, я предлагаю сравнить его с кинематографом, который имеет очень много схожего с GTA RP по своей сущности. Что стоит в основе индустрии кинематографа? Это деньги для инвесторов и развлечения для зрителя. Конечно, есть авторское кино, за которым скрываются глубокие смыслы и эстетические переживания. Но этого бы всего не было без популярности кино и существования коммерчески успешных фильмов. Потому что никто не выделял бы деньги малым режиссерам, если бы знали 100% что фильм не окупится. То есть ты уже должен быть мимоизвестной личностью, где тебе выделяют деньги, потому что знают, что это великое кино. Либо в надежде на то, что оно окупится. Иначе ты можешь быть независимым автором, который будет снимать кино на несколько тысяч долларов. Из чего хорошего фильма, дорогого, качественного фильма не получится. Мы можем спросить, кто является инициатором фильма. Это инвестор или продюсер в виде конкретного человека или же студии. Такими студиями и продюсерами являются проекты. Это Аризона, Радмир, Блэк Раша, Самп РП, Амазинг, Родина, GTA 5 RP, Majestic и все остальные проекты, которые выделяют бюджет. На продвижение своих серверов и дают деньги ютуберам. На создание своих маленьких киноленд. Ютубер может обладать меньшей или большей свободой в производстве своих роликов, в зависимости от условий сотрудничества. Но сейчас GTA RP индустрию можно сравнить с золотой эпохой Голливуда, где студии выделяют деньги практически на любой контент и не сильно ограничивают своих ютуберов в создании чего-либо. За исключением там правил нарушения сервера и прочего. В остальном же у ютуберов действительно очень много свободы в том, что снимать. Ютубер же здесь является и режиссером, и сценаристом, а практически всегда еще монтажером своих работ. Раньше еще почти все были и дизайнерами, но сейчас многие ютуберы заказывают свои превью других людей, которые также причастны к GTA RP индустрии и дают подобие постеров для каждой из кинокартин. Понятное дело, что масштабы не сопоставимы. И если на фильмы выделяются миллионы долларов, то на ролики тысячи рублей. Но и частота тут совершенно разная, потому что режиссеры GTA RP индустрии радуют своими творениями зрителей по несконку раз на неделе. Но суть за этим та же самая. Студия выделяет деньги, у режиссеров появляется мотивация, они это делают либо ради денег, либо ради воплощения своих желаний и идей в что-то конкретное. От интересности конечного ролика аудитория либо приходит к ютуберу, смотрит его ролики, и тогда он получает еще большую оплату и получает еще больше возможностей на съемок, либо интерес к этим работам падает и люди забывают не очень хороших режиссеров. И точно так же аудитория, как в кино, так и в САМПе, разная. Им интересен разного рода контент. Кому-то нужны шутки, кому-то гайды, кому-то рпшки, кому-то показ систем, заготовленные сценарные эпизоды, обсуждение новостей. И эти концепции в САМПе можно представить как жанры фильмов, например, драму, документалистику, криминал, комедию, тринер, фантастика, боевики на коптах, приключения и другие жанры. Все это также есть в САМПе. Игроки же являются зрителями, которые приносят деньги не за просмотр фильма в виде ролика на ютубе, а идут на понравившийся проект и могут там донатить, спонсируя при этом студию в виде самого проекта, который может скупать еще больше ютуберов и воплощать еще больше контента и дальше по кругу. И важно упомянуть, что в этой индустрии я играю на Аризон РП Ява, куда приглашаю всех вас. Мой ник Джон Бурбон, мой промокод хэштег Бурбон, обязательно вводите в ник при регистрации промокодик слэш МН и лично от себя за вот промокода я переведу миллион бачей каждому, поэтому пишите мне вконтакте и заходите на Аризон РП Ява, я играю здесь. И аудитория всех рп-проектов на платформе GTA очень большая. Прямо сейчас, будний день лета, 2 часа дня по МСК, и если верить группам LiveSample, Live5 и остальным, суммарный онлайн на всех платформах составляет примерно 195 тысяч человек. А это игроки, которые только в данный момент играют на всех серверах. То есть как индустрия, GTA РП заняла бы место в чартах Стима. Там же в это время онлайн отдельных игр больше только у КС и Доты, а PUBG имеет примерно такой же онлайн. То есть если представить все сервера GTA РП как нечто ценное, как индустрию, то прямо сейчас в Стиме она занимала бы третье или четвертое место среди всего разнообразия игр Стим. Я понимаю, что это не совсем корректный пример, так как это разные проекты, а я беру их суммарно онлайн, но мы помним, что я имею в виду всю индустрию GTA РП. И по этой индустрии есть огромное количество ютуберов совершенно разного формата. Есть огромное количество проектов, конкурирующих за игроков, придумывающие рекламные кампании с переносом аккаунтов с других серверов, издевательства в шуточной форме в виде рекламных баннеров и создание наиболее привлекательной платформы для самой игры. Также есть множество новостных развлекательных групп по каждому из крупных проектов. Сами проекты в своих официальных группах насчитывают И я взял только самые популярные проекты в каждой категории. Понятное дело, что аудитория всех проектов пересекается, но вы понимаете, что это не малые масштабы. Поэтому мне кажется вполне обоснованным говорить про отдельную, целостную индустрию со своими правилами и особенностями. И что скрывается за GTA РП индустрии? Ответ – деньги и удовольствие. GTA РП дает удовольствие игроку, воплощенное в опыте, который испытывает человек во время игры. А опыт может быть самым разнообразным. И про него я делал отдельное видео. Все виды игроков в GTA РП. Каждый вид игры – это разный опыт. А что касается авторского кино, то оно является индивидуальным для каждого. Кто-то считает авторским фильмом ролик про РП. Кто-то качественную нарезку, разговорный ролик и так далее. И здесь, как и в самом кино, маленький и никому неизвестный режиссер может через свои ролики получить и известность, и деньги, сотрудничая с проектами. Причем деньги в индустрии можно зарабатывать совершенно по-разному. От фриланса для обновления проектов до продажи вертов и совместной игры за деньги, если ты имеешь привлекательность для того, кто за это заплатит. И поэтому в индустрии GTA РП ролики, как и фильмы, но правда в меньшем масштабе, наполняют зрителя. Он извлекает из них опыт, испытывает различные эмоции и даже может быть иногда задумывается над чем-то. Студии одновременно и зарабатывают, и приносят удовольствие игрокам, да и ютуберам тоже. А игроки получают совершенно разный опыт в процессе вхождения в эту индустрию. Поэтому мне кажется, использование термина самп индустрия или GTA РП индустрия очень уместным и соответствующим положению дела до этого режима. А мы все причастны к этой индустрии, потому что именно из нас и всех остальных конкретных, индивидуальных людей и состоит эта индустрия. И можем посмотреть, во что превратится эта индустрия через 5, 10, 15 лет. А пока что спасибо за просмотр, буду рад лайку и комментарию, если ролик вам понравился. С вами был Бурбон, всем пока, увидимся.